друзья всем привет сегодня мы будем готовить классическую пару лыж перед соревнованиями завтра у меня гонка на 10 километров классическим ходом дело в том что вы знаете что я как бы не классист я больше считаю себя конькистом на любительском уровне я вспоминаю просто свои годы когда еще в спортшколе учился это было там 25 лет назад у меня еще тогда были проблемы с классикой я ее просто терпеть не мог у меня не получалось меня обгоняли накатывали там все абсолютно короче мучился я мучился с этой классика и в итоге даже тренера на меня не ставили по классике и в этом году я приобрел эти лыжи классические как их готовить как на них ездить как бы все это для меня как бы впервые может быть какие для многих вас но тут и подсобирал немножко информации поговорил с классистами как они готовят лыжи посмотрел там ролики в интернете и решил тоже заснять ролик как бы на эту тему как бы классика не было мне неприятно но все равно от нее никуда не деться и осваивать классический ход придется любому лыжнику который более или менее серьезно занимается лыжами классика ну не мое все я вот хотел просто выслушать противоположное мнение ваших как вы относитесь классики что и классика дает лыжнику да может быть она действительно как-то развивает лыжника может быть она развивает верхнюю часть там плечевой пояс может быть там торс мышцы кора или что там выносливость она дает стоит вообще ей заниматься или ну и нафиг и вот я решил тоже не игнорировать этого вопроса и начну осваивать короче азы приготовления классических лыж так вот как нам говорят нам нужен вот этот вот малярный скотч во первых нам нужно отбить колодку сначала мы будем готовить вот эту зону под парафин за парафин им ее а потом уже зону колодки будем готовить именно мазями держания вот начнем мы с подготовки лыжи парафином так скотч этот противный как у меня замучил так отбиваем в общем мы в данный момент зону где у нас вымерено где мы можем лыжи мазями держания мы отбиваем от зоны где мы парафин им лыжи обычно это делается малярным скотчем потому что он не оставляет следов там у каждого это зона между прочим будет как бы своя ее нужно откатывать оказывается там какое-то время смотри где у тебя стирается майс на короче там процедура такая общем классика это пацаны проблемы по крайней мере для меня не очень я не люблю и не полюбил ее до сих пор я вот завтра уже тонкая я пообещал просто что я ее побегу и так погнали пока я включу утюг пусть он разогревается так все он разогревается готовить мы будем мазью скольжение т.л.к. 814 это обычные вы не высокий втор сначала зачистим лыжу от старой грязи и от старого парафина так одну часть задания мы выполнили теперь будем наносить наш парафин по погоде не стану наносить базу потому что база у меня уже здесь нанесена пробежал я накануне может быть я не знаю конечно я готовился к классике потому что без подготовки мы невозможно просто бежать и провела где-то 45 тренировок по 15 10 15 20 километров классическим ходом осваивал смотрел как держит лыжа смотрел как это все происходит этот классический ход для меня темный лес но ничего думаю все у нас получится так погнали классические соревнования у нас будет в этом сезоне немного может быть там три-четыре гонки а может быть и того меньше поэтому пробежать их нужно осваивать классику нужно я думаю это важно для каждого лыжника и для меня в том числе как бы я не отникивался пацаны от этого но все равно придется хочешь не хочешь раз мы занимаемся более или менее на серьезном любительском таком уровне и бросать своих товарищей нехорошо как говорится да так погнали все мы запарафинили наши лыжи теперь дадим им немножко времени остыть пока они остывают ребят я хочу сказать что это не учебное пособие которое вы сейчас смотрите это просто видео да как я готовлю именно исходя из своего опыта пока еще небольшого в классическом ходе в общем этот контент создается в основном в развлекательных целях вот так вот ребята даем нашей лыжи остыть примерно минут 10-15 итак ребят 10 минут прошло сейчас мы как всегда по традиции снимаем парафин желобка сначала а только после этого достаем наш скребок проходим по кантам и снимаем парафин со скользящей поверхности следующим этапом мы очищаем нашу скользящую поверхность вернее вычищаем именно мелкую структуру щетками в моем случае это роторная щетка с жестким нейлоном и с остальной с остальным ворсом сначала я жестким нейлоном потом стальным ворсом прохожу почему именно в таком порядке мы делаем они сначала например мазь да потом парафин да потому что особенно с роторной щетки вся эта пыль потом оседает на колодке смази вот она уже отсюда ну эту мазь мы еще снимем вообще вот именно в этом порядке лучше делать все теперь мы полируем от этой щеткой синий все работа с парафином закончена я сейчас щетки почищу и мы можем приступать к нанесению нашей мази держания единственное что сначала нужно будет снять старую мазь так для этого нам нужно будет сейчас вот этот скотч там камера фокусируется нет вот этот скотч мы сейчас переклеиваем получается уже на нашу подготовленную поверхность ну либо новым скотчем используем то есть вот сейчас отсюда этот скотч переносим вот над подготовленную поверхность и счищаем нашу мазь у меня имеется отдельный скребок для мази вот эта старая мазь мы сейчас снимаем просто избавляемся и и и будем накладывать новую очень такой трудоемкий процесс поэтому я и не люблю классику с коньком все гораздо проще этой подготовки в коньке нет мазь эту вычистить потом это все еще можно сейчас обезжирить вот эту всю хрень которая там осталась сейчас мы еще обезжирим короче вообще капец полный я не понимаю это столько мучений эти все мучения по моему ставят крест просто на классике я имею ввиду подготовка лыж и потом неудачная подготовка лыж если ты приехал и у тебя лыжи например тупят или например лыжи наоборот у тебя едут но не держит то есть отдача да ну что значит классика капец конечно процесс классисты объясните мне в чем прикол почему вы эту классику так любите кто мне объяснить я уже наверное две или три пары приготовил просто конька коньковых лыж скребок тоже весь засран вот видите когда ты просто готовишь парашку парафинами до такого вот нет а вот это вот мазь потом еще попробую и от мой приходится обезжиривать использовать кстати кто-то использует просто калошу есть такое состав калоша он чем-то напоминает бензин ладно мы не сдадимся мы все это сделаем это выдержим вытерпим короче все у меня это обезжириватель очиститель обезжириватель то что было в гараже то и буду использовать вообще есть специальные средства продаются в магазинах специализированных лыжных но вообще спортивная школа наша конкретно она использует калошу постоянно для снятия мази держание у меня какой-то обезжириватель был в принципе свою функцию он выполняет на калошу кстати жалуются что она оставляет какие-то там жирные следы кто-то вообще бензином кстати тоже снимает мазь но бензин тем более оставляя какие-то жирные следы после себя так говорят в интернете я пока не замечал готовлю я лыжи наверное уже раз 3 4 я пока только новичок в этом деле пока проводится соревнования классика мы будем заниматься классикой все зависит от федерации нашего лыжного спорта триморского края идти в противовес противовес им мы не пойдем потому что они занимаются очень хорошим делом развивают спорт что наша федерация также федерация в каждом крае в каждой области прямой существует вот поэтому ребятам нужно и помогать посещать соревнования увеличивать массовость лыжного спорта лыжный спорт мы любим как бы там ни было так ну все наша колодка чистенькая сейчас мы дадим немножечко ей отдохнуть и будем наносить мазь держание слоями давайте включимся через пять минут итак друзья у нас прошло буквально 10 минут у нас этот обезжириватель высох на лыжи смотрите я в интернете нашел такую информацию что вот эту колодку еще приподнимают наждачкой берут наждачку там самую мелкую да и немножечко вот так вот проходит тот раз я уже проходил ну выглядит это примерно вот так то есть мы и поднимаем ворс в зоне колодки я так не надавливая сделает для наглядности приподнимаем ворс для того чтобы наша база легла и приклеилась короче туда прям хорошо хорошо на одну и же сделаем и на другой вы же сделаем все этого достаточно сильно не будем задрачивать нашу скользящую поверхность первым слоем я буду накладывать это база черная короче sky go какая-то базы я ее накладываю с помощью утюга утюг я уже разогрел здесь два утюга этот чисто под парафин я использую а этот утюг чисто вот под мази держание так как мы уже все супер классисты стали неожиданно самом деле нет не люблю я короче классику и так погнали натирается она плохо я ее бывает еще немножечко подразогреваю утюгом чтобы она лучше накладывалась вообще я испытываю проблемы именно вот с держанием ну вот короче не держит у меня лыжи когда я отталкиваюсь у меня постоянно вот эти вот проскоки происходят и поэтому я мажу как говорится от души пускай лучше держать будет получше но зато не будет вот этих вот проскоков которые убивают тебя из колеи тем более завтра гонка знаете очень много уходит сил когда ты теряешь сцепление с трассы свежим если я этот слой еще под разогреваю температуру ставлю где-то 110 120 градусов наша задача в плавить в лыжу тем более это базовый слой а кстати у нас есть этот скотч противный малярный остался сейчас я уберу немножко здесь подможен подразогреваю и специальной пробка я ее даже подписал база для грунтов начинаем растирать я накладываю несколько слоев именно базового базовой мази этой еще раз напомню потому что хочу перестраховаться думаю что пару слоев грунта мне будет достаточно еще раз ребята это не инструкция по применению это чистого море будет такой пока еще скудный опыт возможно я делаю что-то не так бывалые лыжники пожалуйста поправьте меня если я где-то накосячил где-то я накосячил а я накосячил по-любому потому что я не классист вот эти все танцы с бубнами это конечно для меня целая мука как и для многих так мне кажется что я бы еще наверное база немножко подложил короче кашу маслом не испортишь небольшой слой небольшой слой еще база еще небольшой слой все достаточно так все теперь даем остыть этому слою потому что я же его подогревал немножко говорят что нужно дать остыть не знаю почему что 5 минут прошло и сейчас мы накладываем мазь уже чисто на погоду моем случае это от роды минус 5 минус 12 погнали интернете очень много информации народ говорит что нужно накладывать как-то эту мазь именно пирамидкой сначала мы два-три слоя народ рекомендует накладывать именно по всей зоне вашей колодки два-три слоя а затем уменьшаем следующий слой же уменьшаем дела меньше 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 берем уже другую пробку знаете я пробовал на холодную накладывать слои и пробовал на горячую мне показалось что именно на горячую когда я слои уже мази по погоде накладываю эти слои короче ну не мне показалось что они лучше работы они меньше стираться поэтому сейчас я уже их немножечко немножечко но я их подогрев сейчас даже ослаблю немного это слой его чуть-чуть подогрею мне показалось что лучше работает не знаю за мной не надо повторять это чисто мой мои наблюдения завтра тем более мне нужно бежать гонку я должен быть уверен своих лыжах так это был первый слой сейчас накладываем 2 также немножко подогреваем достаточно будет этого подогреваем третий слой капец столько слоев замучаешься вот чем выгоден конек все-таки достаточно все ребят все остальные процедуры они в принципе такие же короче как вот эти вот начальные поэтому я не буду сильно растягивать видео я щас покажу как это выглядит эта пирамидка вот я возьму уже буду миксовать возьму другую вот мазь и примерно вот настолько я отступаю вот так мы мазались первыми слоями а так мажемся уже следующим слоем слоем наносим его да еще процедурка конечно точно так же растираем все отлично следующий слой мы уже еще раз уменьшаем где-то уже вот так вот и так далее еще где-то вот раз два пару слоев я несу и все ребят так что на этом будем наверное заканчивать потому что видео и так получилось уже слишком растянутым ссылку на гонку классическую которую я побегу именно на этих лыжах которые я сегодня подготовил я прикреплю где-нибудь вот здесь ребят вы посмотрите я там поделюсь своими ощущениями какой был держак как катили лыжи и тому подобное я проехал тут буквально полтора километра хочу сказать что вот именно сейчас идеальные условия я так еще не готовил свои лыжи то есть лыжи и катят лыжи и держат лыжи катят мазь держания работает я наверное сейчас уже поеду к стартовой прямой оставлю там лыжи потому что не хочу стирать мазь не хочу ничего портить потому что не знаю насколько этой мази вообще должно хватать а то я сейчас начну тут круги наматывать еще 10 километров проеду у меня эта мазь сотрется и все в общем брошу я их там в районе своей в районе вернее стартовой прямой и буду наверное дождаться своего старта всем кто досмотрел до этого места большое вам спасибо ребята и всем здоровья всем пока всем пока